МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Дело реставрации, так же, как и производство техники, не стоит на месте. Сегодня мы продолжаем рассказ о реставрационных мастерских в музеях техники и их удивительных обитателях. Музеи, как и люди, имеют лица и образы. Автомобильные музеи и реставрационные мастерские тем более. Иногда в привычном образе появляются новые черты, и перед нами уже другая личность. В начале 20-х годов в Германии в связи с достаточно сложным экономическим положением четырем автомобильным концернам Германии приходилось объединяться в автомобильный союз. В этот автосоюз, автоюнион, входили концерны Хорх, ДКВ, Ауди и Вандерер. Перед нами стоит автомобиль марки Вандерер. Это Вандерер W52. Автомобиль 1937 года выпуска, который представлял собой класс средних лимузинов. Хотя по своему внешнему виду его можно сравнить с обычным, обыкновенным кабриолетом прогулочным, но так или иначе относился именно к лимузинам. Такой автомобиль могли себе позволить, в основном, инженеры достаточно высокого ранга, поскольку стоимость автомобиля была достаточно приличной, несмотря на его достаточно простенький внешний вид. К созданию двигателя для этого автомобиля приложил руку также очень великий создатель и конструктор Фердинанд Порше. Он создал двигатель рядный шестицилиндровый, который впоследствии стал традиционным для таких марок, как BMW, и в том числе многих американских производителей. Музей Задорожного известен своей любовью к дорогим во всех смыслах немецким машинам. Вот это принадлежало одной из мощных фигур гитлеровской Германии. Собственно, и многие автомобили этой марки ассоциируются с фигурами Третьего Рейха. Абсолютная гордость коллекции – это Хорьх 951а 1939 года выпуска. Этот автомобиль был сделан по специальному заказу. Его владельцем был страшный человек Герман Шлёсер. Он был известен тем, что поставлял газ в концентрационные лагеря. По тем временам эта машина обошлась ему в 20 850 рейхсмарок. Это огромная сумма, на которую можно было купить несколько домов или родовое поместье. Как известно, всё дорогое и красивое с годами становится ещё дороже. Сейчас стоимость этого автомобиля составляет 20 миллионов евро. И хотя стоимость этого автомобиля сейчас невероятно высока, в Германии до сих пор действует запрет на продажу любых предметов, связанных с высшим руководством Третьего Рейха. Однако вот эти красавцы цвета хаки имеют самое прямое отношение к немецкой теме. И потому особенно притягательны. А это уникальная единица техники, так сказать, гусеничный мотоцикл. Называется Катенкрауф. Немцы сделали этот маленький тягач для того, чтобы перевозить некоторые тяжелые грузы, в том числе зенитные орудия по территориям аэродромов. В основном аэродромы, естественно, были с грунтовым покрытием. И в дождливую погоду вот только такой мотоцикл мог доставить груз в нужное место с достаточно быстрой скоростью для тягача, но и маленькой, конечно, для мотоцикла. Скоростью всего 30 км в час. Траки этого мотоцикла также обрезинивались, что позволяло им обеспечить плавность хода на бетонном покрытии аэропорта, если, конечно, оно располагало таким покрытием. Ну и в том числе для того, чтобы его не портить и для того, чтобы она долго служила. Машины в стиле милитари, вышедшие из рук реставраторов мастерской Вячеслава Лена, отличаются экзотичностью даже в самом процессе поиска вожделенной раритетной железяки. Этот Моррис я купил с пушкой, с гаубицей. Там, ну, 90 с лишним миллиметров, 98, что ли. В общем, у англичанина спрашиваю, она у вас демилитаризированная? Я говорю, мне в Германию тащить, чтобы у меня проблем не было. Он, да-да, все демилитаризировано, все в порядке. Я, как обычно, на слово, в общем, загоняю ее в фуру, и все, в Берлин к себе домой повез их. Ну, разгружаю этого крокодила, передок от него, передок полный гильз, вообще полный. И гильзы с капсулями неспробитыми, то есть можно это все шарашить как бы. Ну, и, значит, я думаю, дай посмотрю, как же все-таки пушка-то демилитаризирована. А мне нужно теперь с Германией ее отсылать, как бы, на Россию. И надо посмотреть, в каком она состоянии находится. Думаю, как же демилитаризировали? Смотрю, в ней все нормально. Я ему перезваниваю. Я говорю, так и так. Майк, говорю, как же ты ее демилитаризировал? А вот там, значит, спусковой такой, как бы, ну, я не знаю, там, кран, что ли его назвать, да, находится. Он говорит, а ты не видел? Я там болт прикрутил. В общем, болт я откручивал секунды две, чтобы его привести обратно в боевое положение. Секунды две, там три, может быть. То есть несколько витков, причем на пару витков этот болт был прикручен. Просто он говорит, да, демилитаризировано, все в порядке. То есть боевая абсолютно пушка была, мне ее пришлось потом в Берлине бетоном заливать, чтобы дальше тащить. У них вообще законодательство такое, если вы имеете танк, вы можете со стволом ничего не делать. То есть вот он как есть, боевой, вот вам достался, вот так и ездите. То есть по дорогам общего пользования. У меня шок был, я на нем катался там, когда везли его. Подъехал на заправку, то есть вытаскиваю кран заправляться, как бы все нормально. У меня был просто шок. На заправку заехал «Шерман» 43-го года. Это 30-тонный танк. И те с нормальным видом там поздоровались со мной, и такие, кран в бак, и все, и вперед, и заправлять. То есть вообще для них это нормально. То есть они на этих танках там по Франции ездят, по Германии, на боевых «Шерманах». То есть для них это так, ну вот, путешествуем. Баллистическая ракета 8К-14 была принята на вооружение в 1958 году. Ракета была достаточно хорошая для своего времени, но у нее были некоторые проблемы. В том числе погрешность при попадании в цели. В радиусе 3-х километров эта погрешность где-то была. Дальность составляла около 270 километров. Ракета имела достаточно хороший экспортный успех и закупалась такими странами, как Египет, Израиль, Ирак и Иран. Во время своих войн они достаточно часто использовали эти ракеты. И в Египет закупал порядка 8 тысяч таких ракет. Ну и страны, как Израиль, Иран, Ирак, порядка 800 ракет. В середине 30-х годов командование Вермахта поставило задачу создания легковых автомобилей повышенной проходимости. Таким образом и появился этот автомобиль Штойер Р-200. И его изюминкой стала независимая передняя и задняя подвеска, что позволило увеличить проходимость на совсем плохих участках дороги. Военный вездеход Марки Штайер – один из тех, на которых ездил Адольф Гитлер. Правда, его техника была бронированной, со специальными непробиваемыми стеклами. Они выдерживали воздействие семи винтовочных выстрелов в одну точку. Военные автомобили – визитная карточка реставрационных мастерских и музеев. Гараж Евгения Шаманского – яркий образец любви к отечественному автопрому, а к военному – особенно. Вот эта машина тоже очень интересная. Это ГАЗ-410. Это самосвал на базе «Полуторки». Второго такого, отреставрированного, целого и работающего, исправного мы не знаем. Может быть, появится. Она закончена, реставрация она, закончили мы ее осенью прошлого года. Сейчас тут какие-то сопли подбираем по мелочам. Ну, готово. Я сейчас покажу, как она раскладывается. Механизм интереса. Здесь он не гидравлический, не пневматический, абсолютно механический. Вот ручка вот эта из кабины дергалась. И когда она нагружена, дергать нужно было только ручкой, и он сам откидывался из завеса, который кабин. Ну, так как там он сейчас пустой, я немножко помогу. Вот таким вот образом высыпался. Потом кузов, когда освобождался, он под собственным весом вниз падал и защелкивался. Вот. А вот эта ручка – это открывать борт, чтобы высыпался груз. Вот. Что бы производители кинокартин делали без коллекционеров, обладателей и ценителей старинных авто? Один из таких сейчас находится на окраине Москвы, в ангаре, который носит название «Ломаковский музей старинных автомобилей». Самый интересный экспонат у нас – это вся коллекция. Потому что вся коллекция в современной России – это явление на самом деле. В то время, когда все любители старинных автомобилей и мотоциклов мечтали продать и продавали реально машины в другие страны, Ломаковы только увеличили свою коллекцию в несколько раз. То есть примерно с 1987 года, когда я начал создавать Ломаковский музей, и до сегодняшнего года, вот за 20 лет, коллекция увеличилась примерно, наверное, раза в три-четыре. То есть сейчас на сегодняшний день около 150 автомобилей и мотоциклов с 40, которые были в 1987 году. То есть и совокупность сама вот этих автомобилей, она как бы интересна тем, что вот в ней представлены интереснейшие образцы или машины, которые связаны с какими-то историческими событиями и личностями. Ну, в частности, Хорьх 853 – это автомобиль года Парижского салона 1935 года. Это предсерийный Хорьх. Всего их было общено по разным подсчетам от 800 до 1200 штук. Выпускали их с 1936 по 1938 год, а если здесь обратить внимание, у него на табличке написано, что это 1935 год. Казалось бы, такого не может быть, но мы вспоминаем, что существуют предсерийные работы конструкторов. И вот в 1935 году было изготовлено всего три Хорьха 853 модели вот этой самой. А у этого стоит 07 935, то есть это июль 1935 года. В августе-сентябре состоялся парижский автомобильный салон. Видимо, машина специально для этого салона была и изготовлена, где, как известно, Хорьх 853 в Париже в 1935 году занял первое место Гран-при Парижского автомобильного салона мирового. То есть лучший автомобиль 1935 года – это Хорьх 853 модель, которая перед вами стоит. Это до сих пор считается один из самых красивых, один из самых элегантных автомобилей во всем мире. То есть за всю историю автомобилестроения вообще. По легенде, этой машиной впоследствии пользовался Герман Геринг. У нас есть техпаспорт, в котором черным по белому написано, что владелец этого автомобиля Николай Иванович Самойхин перед нами был. А это дважды Герой Советского Союза, командующий авиацией, кажется, 2-го Прибалтийского фронта. Вот лично Константин Рокоссовский этот автомобиль ему подарил вместе со второй звездой Герой Советского Союза. Он его уже привез в Советский Союз. И эта машина, значит, уже от него досталась моему отцу Александру Алексеевичу Ломакову в 1963 году. А на Рокоссовске этот автомобиль забрал у Константина Гусаковского. Это первый танкист, который ворвался на танки в Берлин. По воспоминаниям вдовы Гусаковского, он ей рассказывал неоднократно, и своим друзьям, тоже они приходили сюда, рассказывали, что он им рассказывал, что этот автомобиль он захватил именно около особняка Геринга. Там был особняк полностью разрушен, а гаражи в парке остались целые. Вот там было несколько гросс-мерседесов, и вот такой вот автомобиль Хорьк-853. Ломаковскому музею в этом году исполняется 20 лет. За это время семья подвижников автодела что только не претерпела. В 1983 году автособиратели обвинили в том, что они коллекционируют фашистские автомобили. И наши гаражи были снесены в 1983 году с официальной формулировкой райкома партии. За собирательство фашистских автомобилей в трёхдневный срок всё это отпустили под бульдозеры. Такие вот были люди. Ломаковы для Дмитрия не просто фамилия в ряду других фамилий, а нечто большее. Это бренд, которому предстоит прославиться на весь мир, понятие, в котором суммируется его образ жизни и взгляд на эпоху. Рассказывая о себе и музее, он почти никогда не говорит «я» или «мы». А говорит «Ломаковы», «Ломаковский музей». С тем уважением в голосе, с каким об этом музее будут говорить потомки лет через 50 или 100, удивляясь и потрясаясь этой историей. Сейчас у Ломакова отношения с Министерством культуры хорошие. Дмитрий является экспертом по возу раритетных авто в Россию. Ломаков считает это дело нужным и важным, и даже пытается бороться с законодательными препонами на пути автошедевров в Россию. Чтобы такую машину везти из-за рубежа, надо государству чуть ли не еще такую же подарить в деньгах, в евро. Это ненормально. То есть старинные автомобили должны быть на ввоз освобождены от всяких налогов, поборов и сборов. Это априори. То есть чем больше таких машин окажется в стране и музеев, еще раз напомню, в Соединенных Штатах 130 музеев, тем будет лучше всем, тем будет интереснее и ярче жизнь. Для того, чтобы музейное дело процветало, Ломакову приходится проявлять почти шпионскую изобретательность, но оставлять начатое он не собирается. Имеет планов громадье и по-прежнему гордится каждым экспонатом. Чтобы насладиться автомобилем, ему вовсе не обязательно реставрировать его, наводить глянец и драть хром. Они нравятся ему такими, какими попадают в его руки суровые и мрачные создания былых эпох, украшенные вмятинами, выплывающие из тьмы времен в панцире из ржавчины. Машины, как и люди, способны рассказать о себе, своих владельцах и тех, кто пополняет авторитетами свои музеи и гаражи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...